18 мая в нидерландском городе Роттердам состоится ежегодный песенный конкурс Евровизния 2021. С 1994 года Россия регулярно отправляет туда своих исполнителей, даже несмотря на то, что рейтинг у данной программы, программы или мероприятия постепенно спускается вниз. Что с этим делать, никто не знает, но именно мы и именно сегодня спросим у совершенно случайных прохожих, почему же они не будут смотреть Евровизния в этом году. Скажите, почему вы в этом году не будете смотреть Евровидение? Я его никогда не смотрю. Почему мы не будем смотреть Евровидение? Потому что, во-первых, нам не близка музыка, которая представляет в этом году Россию. Ее посыл, ее, так сказать, собственный личный бренд нам не близок. Нам неинтересно. А я никогда не смотрел. Да, я тоже никогда не смотрел, но хотелось бы посмотреть в прошлом году, потому что там должны были участвовать Little Big. Но сейчас мне не нравятся данные, как бы, наши участники. Ну, мы не будем его смотреть в связи с тем, что то, что там пропагандируется, ну, не совсем ложится на нашу душу. Там дама вот эта с бородой, ну, достаточно неэстетичное зрелище. И, Галка, может, что не добавишь? Ну, мы тоже так же хотели сказать, что это совсем не наш менталитет. Это совсем как-то, вы знаете, то, что противоречит нашему стоим. Вот, то есть мы любим что-то традиционное, закономерное, знаете, красивое. Красивое, гармоничное с природой и с самим человеком, а не то, что ему противоречит. Потому что вообще генет телевизора. Я не знаю, почему, мы просто не будем смотреть. А вы знаете, что это такое? Вообще не знаю. Вот поэтому не смотрю просто. Наверное, потому что выбрали совсем неподходящую песню. Неподходящую исполнительную. Да, мне лично не нравится. Интересный вопрос. А почему вы за меня уже решили, что я не буду смотреть? Я буду смотреть, буду переживать за Манижу, за замечательную песню. Она удивительный певец, музыкант, необычный. У нее большой потенциал. И она очень талантливая певица. Это раз. Ну, и, во-вторых, я буду смотреть, чтобы иметь представление, на каком уровне находится на сегодняшний день современная эстрадная музыка. Ну что, друзья, вы сами видели, что мнения людей абсолютно различные. Кто-то за, кто-то против, кто-то вообще не знает, что такое Евровидение. Ну, а для меня это лишь очередной повод собраться со всеми своими близкими за столом и насладиться музыкальными талантами. Ну что ж, это был Сус-Вопрос. Я, Надежда Мещерякова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok